Всем привет! Меня зовут Гульнара. Рада вас приветствовать на канале без выходных, который не работает уже больше года, и я даже не знаю, когда бы он в следующий раз бы еще заработал, если бы не комментарии моих подписчиков, которые на регулярной основе постоянно спрашивают Гульнара, где вы, что с вами, все ли с вами в порядке, дайте хоть какую-нибудь весточку, что и вы, и ваша собачка Боня, с ней все хорошо. Вот сейчас буквально я читала комментарии, думаю, в конце концов, ну надо же, наверное, иметь совесть и уважение к своему зрителю для того, чтобы выйти и ответить, и рассказать вообще, что в конце концов происходит, и почему этот канал не работает. Сразу хочу сказать, что я с площадки YouTube никуда не ушла, я на этой любимой площадке была, и, надеюсь, еще долго останусь. И что касается данного канала, ну, ой, мои дорогие, я даже не знаю, вот, что даже и делать. Это мой любимый канал, это мой самый первый канал, и я начинала как обзорщик, вообще первый раз взяла камеру, маленькая у меня такая GoPro была, и пошла снимать обзоры на магазины Светофор, которые прекрасно зашли и вошли в топ, и там было все нормально. Потом была моя долгосрочная поездка в Мерсин, где я тоже делала небольшие обзоры, опять-таки с большим перерывом, кто эту тему знает, знает, почему этот был перерыв, не буду я об этом напоминать. Кому интересно, вы можете пройти и посмотреть ролик, который стал очень известным, очень скандальным, но, при то при всем, я считаю, что очень полезным для многих, и в комментариях тоже мне многие писали, говорили и слова благодарности, и слова поддержки, за что я, естественно, говорю вам огромное-огромное большое спасибо. Не вышла я тогда на связь, потому что, в принципе, сама ситуация была не самая приятная для некоторых, ну, а для меня я думала, не буду-ка я дальше капать людям на нервы. Если вам будет интересно узнать, какое было продолжение этой самой истории, то вы мне напишите здесь комментарий, и я вам тогда расскажу, что же там, в конце концов, произошло далее, и чем, в конце концов, это все закончилось, потому что, ну, закончилось вы сами, давайте спойлер, закончилось ничем, как видите, сижу, снимаю для вас ролики. Так, ну, а, продолжим разговор. Что касается этого канала, почему я не снимала? Вот поэтому-то я и не снимала, потому что у меня сейчас канал, он живет сам своей жизнью, он функционирует. И те ролики, которые выложены были ранее, опубликованы, если правильно сказать, да, кто сейчас, вот, любители мне сейчас будут писать, опубликованы ранее, то они живут своей жизнью, там также идут прекрасные просмотры, там также идут мои дорогие подписчики, спасибо вам большое. И поэтому я в полной растерянности, я не знаю, что мне с этим каналом делать, мне очень сильно хочется здесь снимать, но я не знаю, что мне делать с темой, если честно. Поэтому хочу немножко поразмышлять на эту тему и попросить у вас совета или каких-то пожеланий. Ну, давайте разъясню. Вот смотрите, что я на данный момент могу приложить на данном канале. Могу снимать также обзоры магазинов, если кому-то интересны обзоры наших казахстанских магазинов. Я проживаю для тех, кто не знает, я сейчас в данный момент нахожусь в Казахстане. Если кому-то будет интересно посмотреть, что у нас с ценами, что у нас с магазинами, то давайте, пожалуйста, я могу показать вам, отснять и прокомментировать. Также я могу продолжить освещать параллельно тему Турции, потому что, ну, я без прикрас могу сказать, что касается именно направления Мерсина, то я там, наверное, очень хороший, не наверное, а хороший специалист, который действительно вам скажет полнейшую правду. Объясняю, почему. Все прекрасно знаете, что сейчас в Турции не самые хорошие времена. И когда я вот так вот иногда захожу на Мерсин, на недвижимость в Мерсине, пробегаю по новостям, и что я вижу, что сейчас, можно так сказать, две стороны. Первая сторона – это те иностранцы, которые остаются в Мерсине. Я беру только Мерсин, потому что именно здесь я могу рассказать все. Так вот, они остаются в Мерсине, это те люди, которые приобретали свою недвижимость для постоянного места жительства, ну, и, естественно, те люди, которые еще собираются каким-то образом на вас заработать. Ну, это такая вот сторона, да. И вторая сторона – те люди, которые из-за того, что происходит в Энджи, огромные цены и прочее, прочее, выезжают из Турции. И, понятное дело, вот их я тоже прекрасно понимаю, у них есть обида, потому что они, многие из них потеряли деньги, многие из них потеряли какие-то планы свои, и поэтому они тоже, может быть, не всегда корректно будут высказываться о ситуации. Я тот человек, который находится на середине, который прекрасно знает и этих людей, прекрасно знает и этих людей, могу вам объяснить действительно всю ситуацию так, как ее вижу я. Ну, если кому-то будет интересно мое мнение по этому поводу, то, пожалуйста, тоже пишите в комментариях, и мы поговорим на эту тему, порассуждаем. Я человек довольно-таки уже взрослый, с большим жизненным багажом. В принципе, как и большинство зрителей на этом канале, и мне кажется, нам будет о чем побеседовать и по теме Турции, если ее брать, и по теме цен, и по многим другим темам. Можно просто гулять и разговаривать, и я могу вам снимать влоги, и, надеюсь, последующие мои поездки. Так что пишите, буду вам признательна, если вы мне подскажете, что же вам будет интересно увидеть на канале без выходных. В большей степени, еще раз повторюсь, этот ролик заснят в знак благодарности вашим добрым словам, в знак благодарности за ваше внимание. Спасибо вам большое, надеюсь, скоро с вами увидится вновь. Жду от вас обратной связи, с уважением, до свидания, ваша Гульнара.